Сегодня я начну с конъемпетентного диверсирования и экспонент Во-первых, R это коммутативная ку-алгебра Как обычно, A это тоже коммутативная ку-алгебра И D это локальное диверсирование в алгебре A Тогда мы можем сдать полиномиальное изображение Экспонента D Определяется классической формулой А именно сумма этой степени D делительно и факториал И оно отображает произвольную функцию F в A Понятно, что когда мы применим, мы получим сумму D и T от F делительно и факториал Но здесь будет уже не от нуля до бесконечности От нуля до степени F по D Потому что все остальные обнулятся То есть это действительно полиномиальное отображение Но какие у него свойства То есть если у нас есть, например, два каких-то локального диверсирования Которые между собой коммутируют То мы можем почитать экспоненту от их суммы Производная дифференция То есть экспонента D плюс E Она будет равна экспоненту D умножить на экспоненту E На что эта формула похожа? Когда мы берем обычный экспонент, нейтральный чисел То есть E в степени X плюс Y Нам известно, что это равно E в степени X на E в степени Y И когда мы запишем эту экспоненту в виде ряда Тейлора Здесь будет сумма X плюс Y витой делить на И вкториал Так здесь будет, соответственно, сумма И с Итой И вкториал множная какие-то их триал мы получаем такое такое соотношение я же ни день ничего не не путали в общем когда мы расписываем через ряды мы получаем здесь и здесь абсолютно аналогичные утверждение то есть абсолютно аналогичный форму а ну да я забыл есть умышленно писать так что если мы знаем такое утверждение то мы знаем такое утверждение благодаря тому что да и коммутирует если у нас мир такое равенство для какие-то я не знаю я не знаю еще одно свойство абсолютно аналогичное что если у нас есть какой-то элемент ядра то понятно что там d умножаем на т это тоже тоже являются локальным дефицитированием это называется реплика реплика дефицитирования d и опять же у нас можем определить экспоненту т.д. и если у нас их 2 то у нас экспонент т.д. это равняется экспоненту т.д. умножить на экспоненту т.д. собственно я воспользуюсь правом доске здесь поставлю буковку т и тогда здесь просто будет т.витой здесь будет тоже т.витой и все то есть в частности у нас если если р это поле актеристики 0 и берем параметр т в нем лежащий то мы получаем аддитивную группу поле то есть это отображение т в экспоненту т.д. нас поскольку нас сохраняется аддитивная структура это позволяет нам получить вложение аддитивной группы поле в группы автоморфизмов алгебры а то есть мы построили там одномерно на параметрическую непосредственную группу группе автоморфизм а вообще мы получили отображение из ядра дифференцирования в группу автоморфизмов вот так к слову да я забыл сказать а почему это изображение является автоморфизмом самое главное сейчас нужно проверить что это полинимальное отображение то есть что оно сохраняет сумму и произведение но самое главное что оно было обладает что обратимы а именно это так сказать обратимости мы просто возьмем экспоненту минус d когда композиция их согласно ранее изложенному меняется меняется нуля это традиционный автоморфизм то есть действительно это автоморфизм вот теперь я все что нужно сказал про экспонент 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 и вообще когда мы возьмем все возможные экспоненты всевозможных локальных депрессирований то мы получим нормальную группу нет не так мы возьмем все экспоненты и парадипс помощник подгруппу эта подгруппа окажется в группе самартизмов нормальный почему ну потому что потому что мы можем взять сопряжение автоморфизмом альфа 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 любого депрессирования d а именно за сопряжение с помощью альфы экспоненты то же самое что сопряжение с помощью альфы самого депрессирования и поэтому при сопряжении опять и получаем экспонент парадипс данная 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 подгруппа получил название эс аут а подгруппа специальных амартизмов это не вполне удачное название я сразу скажу потому что вопрос обычно специальная подруппа это атоморфизмы, которые имеют определитель 0 или в данном случае якобиан, в смысле определитель 1 или в данном случае якобиана равный 1 так вот вопрос о том совпадает ли это множество с автоморфизмами якобиан, которых равен единице, открыт и совершенно ничего нельзя сказать ну более-менее понятно, что любой автоморфизм такого вида не прожден экспонентами будет иметь ягобиан и единице но я не буду доказывать приду лишь в качестве иллюстрации треугольный автоморфизм если дифференцирование треугольное то что в этом случае мы получаем я напомню, что значит что дифференцирование от эксцитова это какой-то многочлен предыдущих координат и в таком случае якобиан от экспонента матрица якоби будет иметь такой вид то есть верхний унит треугольный понятно, что его определить единицы сейчас я попробую доказать теорему о слайсе что обещал в прошлый раз напомню, во-первых что такое слайс слайс дифференцирование D это такой элемент алгебры что его производная равна единице если дифференцирование обладает слайсом то нам очень повезло я напомню, что в данном случае алгебра A раскладывается в виде то есть являются алгебры на эксцитов на переменной то есть S у нас являясь в качестве свободной переменной над ядром дифференцирования D для того чтобы доказать чтобы ее доказать мне потребуется ввести довольно специфичное отображение которое похоже на экспоненту но атоморфизм не является нежелинцем так 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 а именно то есть D у нас по-прежнему дифференцирование V на DR и мы можем его продлить до дифференцирования мы берем ангелы многочленов от одной переменной T, от формальной переменной T над A и считаем, что D определена и над A от T с помощью, и полагаю, что D от T это 0 но хорошо, определили в таком случае мы можем взять экспонент от T, D ну, как всегда это смута ИТХ на ИФТ-реал ИТХ и и после этого мы можем нашу формальную переменную T заменить на какой-нибудь элемент алгебры A то есть у нас есть отображение Николая Александровича, его называют отображением эволуации кажется, да? гоморфизм эволуации эв эв а вот T кажется так, как обозначал, да? а именно мы вместо формальной переменной поставляем какую-то константу A где A лежит в алгебре A ну и собственно определимое отображение FI A по формуле то есть это гоморфизм эволуации, примененный к экспоненте с формальной переменной ну, понятно, что это давно сумме АИТХ делить на ИФТ-реал ДИТХ 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 Я замечу, что эта вещь не является автоморфизмом, например, если а у нас равняется k от x, дифференцирование мы возьмем часть произвона по x и φ минус x в таком случае будет равно чему? φ минус x, допустим, перемену x будет отображать в, если посчитать, будет x минус x, то есть отображать в ноль. То есть это гамморфизм, но он необратим, ну вообще бы здесь поставили элементы ядра, тогда бы он был автоморфизмом. Вот и все, и лемма. Нам нужно нападать за тем, чтобы представить любой элемент b в следующем виде. То есть пусть у нас а и b это какие-то элементы нашей алгебры, тогда b выражается следующим образом. Будет сумма а и тих, сумма а степени и длинная и в катериал, φ минус а от d и t b, но от нуля до какие-то там. Вот такая вот неожиданная формула. Давайте ее проверим. Для этого мы запишем сначала очевидное тождество. В алгебре а от t у нас экспонента обратима и обратная к ней, соответственно, такая. Минус т т т т т. Поэтому эти два отображения взаимно обратны и уничтожаются. А теперь мы запишем, то есть экспонент от минус т т т мы оставим, а вторую мы распишем по определению. Какую сумму от t и т на и в катериал от d и t от b. Ну и когда мы применим к этому экспоненту, следующему экспоненту, то у нас t в степени и под действием экспонента переходит в себя, потому что дифференцирование от t в степени и это это ноль. И все. Поэтому экспоненты действуют действуют исключительно на на it производной лимита b. То есть мы получаем сумму t и т на и в катериал на x минус td вот примененное к d витб. Теперь мы здесь можно видеть, что вот это вот когда мы применим вторжение эволюции то мы получим следующее тождество у нас b будет равно сумме а и тых делить на и вкториал а в степени и делить на и вкториал множить как раз на экспоненту минус а д но это в точности фи синусом минус а то есть нет решиманство которое позволяет выразить b через степени а с коэффициентами такого вида тире масла есть наверно стирать не буду лучше с с конечно да да именно так ну потому что экспонента т.д. то есть если т мы берем из ядра то т.д. тоже является lnd то есть локальный т.д. дефицитирование а экспонент локальный т.д. дефицитирования это автоморфизм потому что когда у нас т из ядра то это вот композиция то есть то есть то экспонент обладает не обратным когда мы применим отображение эволуации то это все разрушается самом деле то есть обратность уже не гарантируется что можете схлопнуться как вы видели ну вот теперь переходим собственно к доказательству теоремы о слайсе то есть пусть 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 локальный т.д. дефицитирование d есть слайс с тогда для любого элемента b в алгебре a можем записать по нашей мы можем почитать фи минус с от b и применить дефицитирование то есть это будет дефицитирование от суммы минус один и той с и той делить на и фиториал на d и т.б. на самом деле эта вещь равна говорю почему легко проверить возьмем какой-нибудь один один элемент этой суммы дифференцирование от минус один витой с витой в триал от d витой b равняется минус единица в витой s и минус 1 делить на и и минус 1 в триал d витой b и плюс и минус с витой с витой с витой в триал d и и плюс 1 от b и когда мы запишем это для всех элементов то у нас туда все члены взаимно уничтожатся а именно то есть поставим здесь сумму от нуля до бесконечности и здесь у нас будет сумма ну допустим от минус 1 до бесконечности условно нет тоже от нуля до бесконечности здесь здесь тоже и когда мы здесь заменим видос i и минус 1 на i это будет минус единица то есть мы положим g равен i минус 1 сумма по g это 0 от минус единица здесь будет 1 минус единица здесь будет с вжитой делительно g фатериал 0 d g плюс 1 d легко видеть что эти два выражения взаимно противоположны они сокращаются ну и все у это еще продаю В принципе, это замечание более-менее ясно? Да, просто вам не нравится, что там появится минус один катареал. Я где-то написал или... Ну да, я в первой сумме 0 подставил, получится минус один катареал. Обычный катареал дифференцирует, первые слогами исчезают и пишут единицы с ними. Ну да. Здесь все хорошо. Здесь так же как? А, здесь я перерываю. А. Ну да, вообще говоря, здесь надо суммировать от единиц. Потому что предыдущие слогами исчезают. Правильно, то, что s в любой степени его дифференцирует 0. Да. Ладно, спасибо. Так вот, о чем вообще было? Возвратимся к нашей записи, а именно, что у нас любой элемент записывается в таком виде. Это значит, что любой элемент B является суммой от ситых на иф-атериал, множество на некоторые коэффициенты, которые лежат в ядре дифференцирования. Ну вот и все. Теперь нам осталось проверить, что s свободно переменная. То есть из-за этого уже следует, что a равняется ad от s. Теперь почему s свободно переменная? Ну, предположим, что у нас нашелся какой-то многочлен, такой уж, ну, какая-то комбинация степеней s, что следующий макуштейн это 0. Что код макуштейн аннулирует s. В таком случае понятно, что у нас, мы можем применить дифференцирование соответствующее число раз, n-1 раз, нет, n раз. То есть если макуштейн не n, то у меня диверсирование n раз, мы получаем ми-фатериал умножить на n-фатериал, умножить на старший коэффициент. И тоже равняется 0. Значит, все коэффициенты у него 0. Все. Великая теорема о слайде доказана. Продолжение следует... Теперь, возвращаясь к нашим икобианам, вопрос, а какое отношение все эти ядра дифференцирования имеют к гипотезе икобиана? На самом деле мы можем сформулировать гипотезы икобиана в этих определениях. Виноват. Я вернусь к икобианам немного попозже. Сейчас несколько утверждений водифицируют. Пусть у нас а и б это многочлены от двух переменных, причем их наибольший общий делитель это единица. То есть они не имеют общих самцоножителей. И пусть это дифференцирование такого вида, который является локально непатентным. В таком случае дифференцирование D обладает слайсом. Доказать это не так сложно. Во-первых, k у нас предполагает гайз в характеристики 0. И в самом деле мы можем считать, что k у гипотезы замкнуты. Ну просто взяв тендерное произведение на шарах гипотезы с замыканием. Там наибольший делитель сохранится единицей, и условие слайса тоже останется. Существование слайса. И пусть тип P это локальный слайс дифференцирования D. Ну иначе говоря, что дифференцирование от P лежит в ядре D. Мы предположим, что D не имеет слайса. В таком случае D от P не лежит в поле. Д и обладает некоторым неприводимым делителем. То есть делителем Q это неприводимым многочленом. Поскольку у нас ядро дифференцирования обладает свойством факториальной замкнутости, то Q само попадает в ядро. И тогда мы можем... Тогда мы можем породить дифференцирование на... на фактор алгебре, алгебра членов по идеалу порожденному Q. Так, сейчас. И Q видит, что оно опять будет локальным деференцированием. Ну, это алгебра, она имеется в степени трансцендентности 1. И тогда выполняется... Следующее соотношение. Во-первых, в степени трансцендентности 1 любое дифференцирование обладает слайсом. Это легко заметить... Что это? Слайс S. И алгебра A на самом деле равняется... К... 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 Потому что, во-первых, если у нас есть какой-то локальный slice h, то d от h у нас впадает в поле. Почему? Потому что, в данном случае, ядро имеют 70% в трасследовательности 0, потому что 70% в трасследовательности ядра нанесу меньше, чем 70% в трасследовательности алгебра А. Поэтому ядро является алгогическим расширением поле К. Эта лемма относится к предыдущим утверждениям? Ну, это лемма для предыдущего утверждения. Здесь поле К – это характеристики 0 и алгоритические замкнутые. Поэтому, в данном случае, ядро дифференцирования d с волной, оно имеется в трасследовательности 0, то есть является алгоритическим расширением поля К. А значит, с ним совпадает, просто-напросто. Значит, диверсиал производного локального slice лежит в поле h на d от h. Во-первых, лежит в алгебре А и является обычным slice. И тогда А сравняется, А, Д, С, сравняется к К, С. Ну, вот, собственно, и все насчет этого утверждения. Что мы получаем в нашей ситуации в факторе? У нас существует некоторый слайс. Ты знаешь, что d с волной от p плюс q, то есть от образа элемента p, равняется лямбда плюс q, где лямбда – это константа. Ну, это значит, что p минус лямбда пропорционально q, то есть выражается через h, где h – это многочлен. И теперь применим к этому утвержденству два раза дифференцирование. Получаем d от p, это отлично от 0, а это равняется d от h, q плюс h, d от q. Это у нас сокращается, потому что d от q – это 0. А когда мы второй раз применим дифференцирование, у нас 0, равняется d в квадрате от h. Ну, что мы получаем? Мы получаем, что h является локальным слайсом в меньшей степени. И тогда есть два варианта. Если у нас h, если у нас d от h лежит в, попал в поле, то ура, у нас есть, то ура, мы заказали утверждение. Если у нас d от h не попал в поле, то мы заметим, что степень h у нас меньше степени p, и мы можем проделывать эту процедуру до тех пор, пока либо степень не обнулится, либо мы не получим, не попадем в поле. Вот и все. То есть индукция по степени. В данном случае мы можем хотя бы иногда сказать, когда дифференцирование имеет слайс. И теперь очень симпатичный результат, называемый теоремой Решлера. То есть если d, это какое-то локальное дифференцирование на алгебра двух переменных, то у него есть и некоторый канонический вид, следующий. То есть у нас есть некоторый автоморфизм. сопряжение d, такое, что в результате получается диверсирование следующего вида. То есть, иначе говоря, любое локальное дифференцирование в алгебра двух переменных сопряжено к реплике стандартного дифференцирования. Да. По-моему, это вне-то смысле полное описание локального дифференцирования. В данном случае. Ну, как это доказать? Понятно, что наше дифференцирование записывается в таком виде. Ну, любой дифференцирование так записывается. Di, b, какие-то там. Если их наибольшие общие делители не единица, а какой-то мальчик, то в таком случае мы можем взять новое дифференцирование, которое вида а на g, d, p, d, x1, b на g. Я обозначу его до 0 лучше, до x2. Здесь уже их наибольший общий делитель будет равен единице. И поскольку d является репликой d0 и d локальнее патентное, то это следует, что, во-первых, d0 само является локальнее патентное, а во-вторых, g лежит в ядре d0. Свойность доказывалась в прошлый раз. Поэтому мы можем считать с самого начала, что здесь у нас, что их наибольшие делители единиц. Может быть, это лучше сверху? Да. Ой. Я стираю как раз то самое утверждение, которым собираюсь воспользоваться. Например, тут не очень хорошо. А, ну да. То есть, согласно этому утверждению, у нас дифферсирование d имеет слайс. Точнее, дифферсирование d на 0. Я слайс обозначу буквы F2. Нет, лучше F1. А ядро дифферсирования, оно является... Оно имеет степень трассидности 1. И можно показать, что оно равно... Ну, что оно... Что это логично баночки над одним элементом. Потому что иначе, там, по алгоритму F2, 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 F2. Но это точно не означает, что на шлейне F1, F2 сдают поднимеральный астоморфизм. Ну... Ну... Что это значит? Поскольку наше дифферсирование... Вы знаете, что F-1 dF 0 f как раз равняется d под d и x1. А, G... Оно лежит в ядре... Поэтому... Зависит только от... 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 что g от x2 ну вернее f от x2 где f минус 1 g фи ну надеюсь более-менее понятно то есть у нас всегда есть такая тканическая форма потому что d0 то d по d f1 и ядро это напражной f2 когда мы заменяем f1 на x1 а f2 на x2 у нас получается дифференцирование частной производной по и x1 точно ну вот и все когда мы умножаем здесь на g умножаем на сопряженный к нему к g сколько g зависит только от f2 сопряженный к нему будет зависеть только от x2 теперь я скажу пару слов про ручные автоморфизмы и гипотезу нагаты но это не та гипотеза гипотеза нагаты еще одна на самом деле он доказал немного более сильный факт а именно что этот фи можно выбрать специальным образом именно что его можно взять ручным что такое ручной автоморфизм по моему определение еще не вводилось да нет если у нас есть алгебра автоморфизмов группа автоморфизмов алгебра ништянов то там есть очевидно подгруппа афинных преобразований ну это преобразование следующего вида что x1 у нас переходит в линейную комбинацию x1 jt d1 далее x1 переходит в нейную комбинацию на n житая и житая с bn и еще там лежит подгруппа элементарных автоморфизмов элементарные автоморфизмы это такие автоморфизмы которые все все координаты кроме одной фиксируют а именно это автоморфизмы следующего вида x1 переходит в себя далее x1 переходит в себя x1 у нас переходит в x1 и плюс автоморфизм от остальных переменных за исключением x1 ну и далее все остальные переходят в себя и группа ручных автоморфизмов она порождается афинными элементарными поем афин о и о 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 То есть линии ручные астромархизма, это вот. Это порожденная афинной группой и группа элементарных преобразований. Здесь тоже на самом деле это минимальная группа, которая порождена преобразованием такого вида. На самом деле в теореме Рейшлера фи можно взять ручным. Я этого не доказывал и не буду доказывать. Но тем не менее это факт, это верно. Здесь мы получаем следствие, что группа ручных астромархизмов от двух переменных совпадает с группой всех астромархизмов. То есть всякий астромархизм плоскости ручной. Ну, можно объяснить вкратце, что мы имеем. Пусть у нас F, это некоторый астромархизм. Тогда DPDF1 это будет, то есть мы можем взять частную производную, а именно это будет сопряженная стандартная производная по X1 с помощью F. И расписать эту производную по теореме Рейшлера. То есть DPDF1, то есть существует такой ручной астромархизм фи, что фи минус первой фи равняется Fx2 DPDF1. И можно заметить, что ядра этого дифференцирования, Fи минус первой, DPDF1 фи, С одной стороны, когда мы посмотрим на одну часть утверждения, оно равно count F-1 F2. То есть понятно, что когда мы поставим F-1 от F2 сюда, то у нас DPDF сократится, здесь все уничтожится. А с другой стороны, когда мы посмотрим на правую часть, равняется K от X1. Но это и значит, что X1 с точки зрения до линейного преобразования, то есть до фи на преобразование скорее, равняется фи минус первой от F2. От F2, да. От K от X2, да. Спасибо. Ну или если мы запишем, но лучше в обратную сторону выражу, именно F2 выражается через FI от X2 с помощью метровой линейного преобразования. От çıkar рыва. Хорошо. 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 с другой стороны поскольку это частная производная то f2 для нее является слайсом то есть для рассматриваем производный сопряженный слайсом будет являться фи минус 1 от f1 это слайс для вот этого вот fx2 d под dx1 ну и опять же мы получаем что d под dx1 от f1 поскольку это слайс то эта вещь лежит в то есть эта вещь является константой и ну что мы можем сказать ты знаешь что минус 1 от f1 точно для дальнейного преобразования попадается и x1 в принципе это отсюда тут уже видно а fx2 значит сразу тоже константы нет fx2 это не мы про это ничего не говорили ну и fx2 сейчас сейчас здесь здесь был какой-то обман мне кажется ну да 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 я понимаю но я вообще верю пока ну да скорее всего fx2 у нас константы опять же тогда мы мы получаем опять же f1 выражается через x1 а нет я и сейчас 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 а вот здесь на самом деле на решение на ты и x2 да потому что это любой элемент ядра поэтому мы вот вот да я ошибся вот ну все мы можем записать f1 f2 в явном виде в явном виде будет альфа фи от x1 плюс бета то есть бета это многочлен от x2 и и и и и x2 с бета вот вот фи от x2 и с фи от x2 плюс d поскольку фи является ручным то данный афтоморфизм является композиция фи и И вот такой вот. Очевидно, что он тоже является ручным. Вот и всё. Доказано. Ну и конпример нагаты, что данное утверждение неверно для пространства, когда у нас уже переменных 3. То есть, понятно, что я не буду его доказывать, но я это хотя бы сформулирую. А именно в 1972 году нагата выдвинул предположение, что следующий автоморфизм не является ручным. То есть, автоморфизм такого вида. x у нас переходит в x² плюс yz должный на z. Ирик переходит в ирик плюс 2x² и плюс, а минус, я извиняюсь, x² на x. Ну а z остаётся на месте. То есть, и гипотеза, что сигма не является ручным. Во-первых, посмотри внимательно на этот автоморфизм. Здесь выделяется сразу x в раз минус yz. И хочется понять почему. То есть, как он на самом деле устроен. А именно его устройство содержит следующий вид. Возьмём дифференцирование следующего вида. x у нас переходит куда? x у нас переходит в z. y у нас переходит в 2 множь на x. z у нас переходит в 0. Мы берём экспоненту от из 1 минус yz. x у нас переходит в 3 минус yz. То есть, мы вяли довольно простое лаконтетное дифференцирование. Доношили его на элемент ядра. То есть, совет убедиться в том, что что x2-yz действительно попадает в ядро дифференцирования, и этот экспонент в точности совпадает с этим автографизмом. Это советую просто посчитать и убедиться. То есть это очень хороший пример экспонента. Ну вот, эта гипотеза была доказана Шестаковым и Мирбаем. Шестаковым и Мирбаев в 2003 году. Впрочем, в высших размерностях все равно не работает. То снова является ручным. Ну вот. То есть на этом оступление мы закончили. Я вернусь к Якобиану. В принципе, многое, наверное, рассказать не успею все равно. Ну. Впрочем. Впрочем. Смотрите продолжение в следующей серии. 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 Вся в случае такая формулировка не привязана ни к выбору координат. Ну она является и двориатной. В смысле. Ну и наконец и кабин. Именно я сформулирую так называемую kernel-кожейщер. Это гипотеза о ядре диверсирования. То есть пусть у нас F это полиномиальное отображение. Его и кабин является нейтроконстантной, нейтревой. Тогда рассмотрим частную производную по Fn. И кабинет состоит в том, что ядро частной производной совпадает с алгеброй от остальных переменов. То есть F1 далее Fn-1. То есть я назову K от N. Ой. Плохо, что здесь K от N и K. Ну, K от C от N и K. Нетрудно видеть, что положительное решение проблемы якобиана для степени N. Мгновенно влечет положительное решение гипотезы о ядре в той же размерности. Понятно почему. Что если в размерности N у нас выполняется гипотеза якобиана, тогда у нас данный автоморфизм, который данное отображение удовлетворяет его условию, является обратимым. Поскольку F это полинемиальный автоморфизм, тогда данное утверждение тоже автоматически следует, потому что F1 и Fn просто переменные. однако также можно и в обратную сторону. То есть здесь двигаться в обратную сторону только если гипотеза о ядре выполнена в какой-то размерности, то проблема якобиана верна в размерность на диссу меньшей. И вот это утверждение я собираюсь обосновать. Предположим, что у нас есть некое полинемиальное отображение, которое удовлетворяет условию гипотезы якобиана. То есть якобиан это константа. ну и пусть, ну и мы введем, мы немножко его расширим. Введем F с волной, это F1 далее Fn, и еще добавим одну переменную. То есть с волной это уже отображение из полинемиального отображения в степени n плюс 1. И тогда очевидно, что определитель опять же является константой обратимой, что просто совпадает с определителем F, то есть с якобианом F. Ну это значит, что по гипотезе, по нашей гипотезе, сейчас здесь напишу, то есть получается, что по нашей гипотезе, в ядре, у нас... в ядре, у нас... в ядре, у нас... в ядре, у нас... в ядре... Частная производная по N' переменной, которую мы добавили, изменяется k от f1 к дали fn. А с другой стороны, вполне очевидно, что это ограничение членов от x1, xn. А как Николай Александрович показывал, это равенство в той части утверждая, что f1, fn — а автоморфизм. То есть, выполнена проблема екобиана в степени N. Ну вот. В принципе, здесь можно формулировать еще одну гипотезу. Уже отличную от екобиана, но тем не менее интересную. Именно вторая гипотеза о ядре. В ядре гласит, что ядро является несразмыслием алгебренных членов, то есть прожиданно алгебрически независимыми элементами. Пусть у нас есть деферсирование D, который обладает слайсом. В таком случае предполагается, что его ядро является алгебренным членом от алгебренных членов независимых элементов. То есть, вообще говоря, это не очевидно. Но это верно, когда в размерности не больше трех. Но доказывалось, конечно, не эта гипотеза, а связанная с ней проблема сокращения. Она остается в следующем. Пусть у нас алгебрных членов от N переменных совпадает с... То есть пусть у нас есть некоторая алгебра А, такая, что при присоединении одной формальной переменной у нас получается алгебра многочленов. Верно ли, что сама А является алгеброй многочленов? Геометрически это значит, что... Значит следующее. У нас алгебра А соответствует нейтрому афинному многообразию. И когда мы добавляем переменную, это значит, что мы домножаем на афинную прямую, получаем афинное пространство. Значит ли это, что исходная алгебра А тоже была афинным пространством? То есть, вообще говоря, задача чисто геометрическая, изучается в алгебрической геометрии. Так вот, эти две гипотезы, абсолютно естественные, являются эквивалентными. Ну как это можно увидеть? Ну, и допустим, мы знаем, что проблема сокращения верна. То есть, что А всегда имеет такой вид. Тогда мы рассматриваем дифференцирование, частное дифференцирование по Т. Ну, вернее, так. Сейчас я сформулирую по-человечески. Пусть нам известно, нам известно, что проблема сокращения верна. Мы хотим доказать вторую гипотезу о ядре. Поскольку D обладает слайсом S, то алгеброновая членов является алгеброновая членов ОТС, одновременно, надо ядром, потеряем я слайс. То есть, мы облачаем ядроза А, и по проблеме сокращения мы получаем, что это А равно КАТ F1 далее Fn-1. То есть, ну, собственно, и все. Мы получили вторую гипотезу о ядре. Теперь, если же нам дана вторая гипотеза о ядре, то мы совершенно аналогично идем и в обратную сторону. Пусть у нас АОТ является алгеброновая членов. Тогда мы берем дифференцирование частную производную ПТ. Тогда Т является слайсом. Суда А является его ядром и выражается как алгеброновая членов ОТС-1 переменной. Ну и ну вот основные гипотезы. Я, наверное, саморалирую одно утверждение, которое я хотел сегодня успеть доказать, но не слепых. Поэтому может быть заявка на следующий раз. Как вы помните, Николай Александрович доказывал, что гипотезу Экибриана достаточно доказывать над алгеброй, над q-алгеброй и на конечность прожженной q-алгеброй. Стабилии все еще еще лучше. Достаточно доказывать ее на z или на q-алгеброй. А именно это было доказано к коннеллом и и ван вандер дрисом пусть существует пример к гипотезе теперь мы теперь мы идем все к целым числам в степени хотя бы 2 то существует пример в некоторой большей степени возможно но такое, что Экибриан его равен единице и все коэффициенты являются целыми числями. Пожалуй, я на этом закончу. Спасибо.